Что сейчас происходит в регионе, расскажет канал АПС. В студии Артемий Заварзин. Добрый день. Единицы из водителей иностранцев в Архангельске получили на сегодняшний день разрешение работать. Причина в том, что большинство не может сдать экзамены для получения российского водительского удостоверения. Не хватает знаний по русскому языку и российским ПДД, а это является обязательным для них с 1 июня. Уроженец Узбекистана Назиралимов последние 10 лет работает водителем автобуса в Архангельске. Права получал у себя на родине 26 лет назад и до недавнего времени успешно трудился с ними в России. Теперь же снова сел за парту ученика в автошколе. С 1 июня водителям иностранцам для работы нужно получить российское водительское удостоверение. На предприятиях, занимающихся перевозками, водители иностранцы в основном с южных республик бывшего СССР в цене. Но отнюдь не за профессиональное качество. Запросы по зарплате у них существенно ниже, чем у российских коллег. Впрочем, как и уровень подготовки. В июне 14 иностранных водителей пытались сдать экзамен в ГАИ. И только один из них добился положительного результата. Во-первых, многие кандидаты показывали слабое знание русского языка. И недостаточная подготовка к теоретическому экзамену плохо сдают правила дорожного движения. Получается, что на общественном транспорте за жизнь и безопасность пассажиров длительное время отвечали люди, которые не знают дорожных правил. С практической частью водителей иностранцев тоже не все гладко. Не помогает даже накопленный годами опыт. А в каких-то случаях и вовсе мешает. Не секрет, у нас водители и все ездят так, как, скажем так, как все. А не как положено по правилам дорожного движения. Поэтому и у них-то та же самая беда. То есть на экзамене ГИБДД нужно строго следовать букве закона. А у них уже привычка выработалась. Где-то можно срезать, где-то можно проехать так. То есть, может, это и незначительное нарушение, но на экзамене это будет и значительное нарушение правил дорожного движения. Сейчас архангельские перевозчики спешно отправляют своих сотрудников в автошколы. Заделывать пробелы в знаниях. Обратно за роли они вернутся уже с российскими правами и подтвержденным знанием русского языка. Михаил Меньшенин, Евгений Зыков, Архангельское телевидение. В регионе в разгаре приемная компания ВУЗы этот год уже побил все рекорды по количеству иностранных студентов, желающих обучаться на севере. В САФУ значительно расширилась география стран. Уже известно, что в сентябре к учебе приступят студенты из стран Европы, Северной и Южной Америки, Азии и Африки. При этом уже подали заявление абитуриенты из Санта-Ме и Принципе, Японии, Португалии и Замбии. На сегодняшний день в Северном Арктическом университете обучается 706 иностранных студентов из 47 стран мира. На дорогах северных районов начали работу бесплатные понтонные переправы. Одна из них на региональной автодороге Архангельск-Карпогоры в районе поселка Ясный через Пенигу. Решением регионального правительства с нынешнего года переправа является бесплатной для пользователей и финансируется из регионального дорожного фонда. В начале следующей недели может заработать переправа через Пенигу в районе Паленьги. Нормализуется и ситуация с переправами в Мизенском районе. Открыто движение по понтонному мосту через реку Кимжа. Понтонная переправа на Шенкурск для пешеходов бесплатная, но мало приспособлена к передвижению пешком. А для легковых автомобилей плата в этом сезоне увеличилась до 80 рублей. Поднялась стоимость услуги по сравнению с прошлым годом. В прошлом году, например, было 60 рублей, а сейчас стало 80. Хозяин понтонной переправы ремонтно-эксплуатационное предприятие Шенкурска объясняет удорожание услуги большими затратами по содержанию конструкции. У нас, скорее всего, что выходит в ноль, так как у нас постоянные здесь катаклизмы и мост военный очень старый получается. И надо очень много вкладывать в него, модернизацию этого моста. Ввиду того, у нас не хватает денег, даже на сегодняшний день тарифы должны быть больше, чем сейчас. Интересная ситуация с тарифами в Виноградовском районе. В поселке Березник на новом пароме жителям с одного берега на другой можно переправиться всего за 13 рублей. Впрочем, это только малая часть плюсов, которые модернизированное судно приносит и жителям, и работающему в районе бизнесу. Далекому от инженерных тонкостей северянину может показаться, что хрупкое с виду судно едва набирает скорость из-за большегрузов на борту. Но после ремонта паром СП-17 превратился в настоящую зверь-машину. Удлинена площадка для заезда, расширена грузовая палуба, усилен корпус. Так что теперь судно может не то что по водной глади, по ледовой шуге ходить. Модернизированный паром единственный в области. Проект обошелся гораздо дешевле строительства нового плавсредства. Мы попросили у нынешнего губернатора Игоря Анатольевича Орлова помощи по софинансированию работ по ремонту этого СП-17 нашего. Ремонт обошелся в 14 миллионов, где 10 миллионов предоставило помощь Архангельской области. И 4 миллиона это были средства районного бюджета. Пользоваться переправой могут свыше 5000 жителей района, проживающих в поселках на правом берегу Двины. Поездка – одно удовольствие. Вот уже 8 лет ее стоимость не повышалась и составляет всего 13 рублей. Проезд у нас нормальный, по-божески. Да, у нас нормально. Здесь, во-первых, очень хороший состав работает. Моторист очень хороший, всегда поможет. Я вот с палочками, он мне всегда помогает. Модернизированный паром может перевозить за один рейс 70 пассажиров. Судоремонтники, кстати, с Архангельской красной кузницы, заверили, на ходу СП-17 будет как минимум 15 лет. Выполнять придется разве что плановый техосмотр. Артемий Заварзин, Евгений Зыков, Архангельское телевидение, Виноградовский район. Решился транспортный вопрос и в Красноборском районе. Теперь знаменитую среди грибников Белую Слуду и Дябрино соединяет новая дорога. Северная Двина поделила Красноборский район на две части. Самый густонаселенный левый берег. Здесь проживает около 10 тысяч человек. Всего две тысячи на правом берегу. Соединяет их паром. Еще год назад дорога в районный центр для жителей Правобережья занимала два часа. Сегодня минут 30. Это стало возможным благодаря капитальному ремонту автодороги через Тарицу Двины в районе населенного пункта Смагина. Вот такая большая вода. Дорога не была бы в пункте. Долго бы тут этот паром ходил, до сих пор бы мулькался сюда. Труднее бы было, конечно, попадать сюда людям. Решение об этой дороге принималось очень долгие годы, поскольку это затратный проект. То есть надо было доплывать не до Дябрино, а до Смагина. Поэтому жизненно важный вопрос, я считаю, что мы решили. Жизненно важный для красноборцев объект обошелся бюджету области в 25 миллионов рублей. Работы были проведены в прошлом году. Капитальному ремонту подлежал участок дороги протяженностью в 170 погонных метров. После проведения работ в прошлом году по укреплению откосов насыпи, подошвы насыпи, матрасы Мерину, заполнением щебнем, по усилению дорожной одежды 50 сантиметров, фракции 120 на 200, но позволило в этом году в кратчайший период открыть движение по данному участку. Чтобы наверняка избежать подтопления дороги во время прохождения паводковых вод, подрядчик заменил и водопропускную трубу. Диаметр новой почти в два раза шире. Как видим, со своей задачей она справляется даже при большой воде. Елена Кермич, Алексий Вачик, Архангельское телевидение, Красноборский район. И снова в Архангельск, в Ломоносовском дворце культуры, проходят ремонтные работы. Там реставрируется малый зал. Ремонта в нем не было уже 25 лет, поэтому работы проводят капитальные. Полностью заменяют электрику, обновляют отопительную систему. Вместо старых деревянных оконных рам ставят новые стеклопакеты. Дизайн малого зала будет выполнен в стиле неоклассики. Так появятся посадочные зрительные места, пилястры, паркет, колонны, стены и потолок покрасят в природные цвета. Белый, бежевый, серый, коричневый. Цена такого преображения 5 миллионов рублей, но оно того стоит. В малом зале занимается очень много кружковой работы. И в первую очередь бальные танцы, спортивные танцы, проект-данс. Здесь после ремонта мы планируем расширить свою культурную деятельность. У нас появится комфортный зал, в котором, возможно, будут проводиться и торжественные мероприятия, и балы выпускников. И немного о погоде. По прогнозам синоптиков, это и следующая неделя будут жаркими. Столбик термометра поднимется до 35 градусов. Значит, увеличится количество дыхающих у воды. Хотя официально открытых пляжей в Архангельской области только 7. Четыре находятся в Ленском районе, один в Каргополе. Это городской пляж на реке Онега. Отдохнуть у реки также смогут Котлашане и жители Ниандомского района. Пляж действует у озера Боровое. От муниципальных образований в Роспотребнадзор на обследование дна в местах массового отдыха воды поступило 64 заявки. Из них 14 в детских оздоровительных лагерях. Остальные в местах общего пользования. Водолазы продолжают проводить очистку дна по всем заявкам. Добавлю, что на акватории порта Архангельск пляжей и мест для купания в этом году нет. Итоги дня в 19.20 на канале ТВ-Центр. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!